Появились у меня случайно вот такие часы Чистопольский завод это примерно судя по тому что постеснялись написать что сделано в России это ближе к 1995 году я так думаю такие вот часики имеются все бы ничего но вдруг кроме того что английская надпись backfire был написан ту я удивился думаю а батюшки что это за такое ту 22 m вот такой вот самолетик у нас и на самом деле такой самолетик имеется и причем имеется во многих модификациях и даже выпускался так скажем в далекое советское время начиная первый полет у него случился в 1969 году ну вот если немножко все по порядку вот в середине 60-х годов тенденции в области боевого применения дальней авиации обозначили низкую эффективность однорежимных сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков а этот самолет именно вот к этому классу самолетов относится сверхзвуковой тяжелый бомбардировщик вот необходимо было создавать многорежимные самолеты способны выполнять боевые задачи в широком спектре высот и скоростей и вот эта цель могла быть достигнута в первую очередь использование крыла изменяемый в полете стреловидности как-то смотрел я на самолетик который у американцев назывался blackbird вот у него тоже изменяемое крыло но создан он был похоже они у нас вот эту вот идею стащили то что крыло может быть изменяемые вот такой вот работа над проектом такого дальнего ударного самолета началась в кб туполева в 1965 году вот настолько это так скажем не быстрое дело выпускать самолеты что-то новые в авиации вот поначалу работа велась без финансирования из государственного бюджета вот представьте как можно такой громадный самолет со всеми функциями так скажем смостречить но в то же время тебе никто ничего за это не платит вот просто на чисто на инициативе вот вот такая вот штука первоначально проект получил название машина 145 или официально машина а м юм и окончательное название изделие 45 вот такая вот штука конструкции своеобразная если далеко не за не за куда там не заглядывать но вот области применения если чуть-чуть доработать то возможно даже запуск с помощью этого самолета так скажем околоземных спутников космических спутников до 300 килограмм массой вот запросто пожалуйста то есть он вот в такое место может так скажем доставить груза такого типа ну из того что его последний раз применяли где это в 2017 году в сирии как-то слетали отбомбились там по маджахетом по их ним и успешно вернулись обратно были такие самолетики на вооружении вот на момент развала ссср были самолеты значит в россии это вполне естественно остались на территории украины очень-очень большое количество и на территории белоруссии но батька лукашенко показалось дорого обслуживать такие самолеты и он как бы перегнал их на территорию россии сказал на те ребята забирайте ваши аппараты мы более мирные мирная страна нам это не надо а украинцы поступили интересно очень очень большое количество самолетов в районе 50 штук приехала такая американская машинка у ней сверху так типа трубореза подъезжает к самолету и начинает кусь 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 от я откусил и вот вот более 50 самолетов просто из и изрезали на металлолом так скажем вот такие вот вот такие вот молодцы ну самолет все сказать очень-очень-очень хороший вот как бы то чтобы его снимать с вооружение так скажем не стоит штука хорошая и вот у нас всего было выпущено таких самолетов в районе 500 штук из них около 50 работает до сих пор то есть как бы состоят на вооружении теперь уже не ввс а вкс военно-космических сил имеют несколько маркировок ту-22 м1 м2 ну и так далее м3 причем они не обязательно строго например сухопутные это может может быть и морская авиация он там тоже используется ну вот такое вот вот такое у нас на сегодня событие часы очень-очень хорошие достались абсолютно так скажем бесплатно так повезло мне очень часто так везет это хорошо это приятно это прям душу греет ну поскольку на них сверхзвуковой сверхскоростной сверхдальний самолет нарисован ну и соответственно часы тоже как бы идут не совсем ну идут с ускорением так скажем за сутки на 15 минут убегают вперед с этим надо будет что-то делать куда-то там на какое-то колесико добавить груз и возможно они начнут более более медленно ходить так скажем есть немножко времени что ли какие-то может попробовать анекдоты вспомнить по авиации например вот такой ого сколько кнопок а лампочек а педали где а что это у руля вверх отломан скажите а вы точно пилот выглядывает значите из кабины летчик товарищи товарищи умоляю я я вот я я второй пилот а никто не знает где первый то ну ввс ночные тренировочные полеты руководитель полета спрашивает командира бомбардировщика вот такого как раз восьмой доложите полетную видимость тот грит 300 тысяч километров как определили луну вижу ну вот анекдоты по авиации не обязательно должны быть только про военные вот из так скажем из анекдотов про гражданскую авиацию облачность осталась далеко внизу двигатели вдруг заглохли самолет накренился через секунду из кабины вышел пилот с парашютом за плечами не волнуйтесь господа открывает аварийный выход я отправлюсь на землю за помощью новости в россии планируется создание операционной системы для самолетов и вот комментарии знаю уровень наших программистов или он сможет летать при отсутствии пилотов и топлива или упадет набрав 256 километров из сообщества бесполезных вопросов а могут ли гражданские самолеты боинг аэробус суперджет выполнять фигуры ну и последнее попал летчик ватт идет по коридору видит дверь с надписью танкисты открывает а там черти танкистов танками давит следующий дверь пехота за дверью пехоты в котлах строевым шагом ходит третья дверь летчики заходит пилот и перед ним такая картина лазурный берег лежат летчики с девочками чертенок коктейли разносит подходит он к чертенку слушай черт а какой это у вас ад какой-то неправильный странный какой-то ад где черти котлы где пекло где где все это такое где а у нас все как в авиации черти на переучивании котлы на регламенте а у меня допуска нет ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания